В далеком 2004 году, или в 2005, ну в общем, в те далекие годы, когда я еще работал на телеканале ТНТ, я, значит, два месяца жил в Нью-Йорке на одном проекте, тогда он назывался, и это был проект Голод 2, наверняка вы видели по телевизору, в общем, я занимался рекламой на этом проекте и жил два месяца в Нью-Йорке. И вы знаете, я там попробовал тот самый легендарный нью-йоркский хот-дог. Приехал на Манхэттен и такой, типа, блин, везде продают эти хот-доги, это же я знаю по телевизору, я знаю, вижу в кино. Я такой думаю, блин, надо хот-дог купить. Плачу деньги, покупаю хот-дог, откусываю и понимаю, что это полное гомно, то есть это жрать нельзя. Это безвкусная булка с какой-то бумаги и из этого же материала сосиска, посыпана горчичкой. Я думаю, и вот прошло много лет, я думаю, а давайте сделаем нормальные хот-доги, вкусные, наши, русские хот-доги. Те, которые прям будешь откусывать и аж слюна будет брызгать в камеру. Для хот-догов у меня здесь должны быть булочки, они вон там лежат. Булочки у меня наши российские, так как и хот-дог у нас будет российский. Раз, видите, я даже, у меня подставочка есть для тако и хот-догов, вот так вот. Итак, две булочки готовы для того, чтобы мы между ними положили сосисочку, да. И сосисочек у меня не будет. На мой взгляд, самые вкусные хот-доги получаются из сарделек. Причем не просто из сарделек, а из шпикачек. Сардельки с жирком, которые при нагревании, они вон сами по себе такие, знаете, жирненькие и вкусные. А потом, когда их обжариваешь, они просто божественно вкусные и сочные получается. И как раз из-за того, что там есть жир. Их, соответственно, нужно разрезать на две части. Чтобы тут ничего не лопалось, не стягивалось, я всегда предпочитаю сделать несколько надрезов. Во-первых, они разойдутся и сарделька станет более красивой. Я всегда говорю, это всего лишь идея. Вы можете сосиски заменить там на какие-нибудь венские с сыром внутри. Может быть, вы делаете сами длинные сосиски. И как только вы увидите этот рецепт и решите, что да, пора бы нам приготовить хот-дог когда-нибудь, то можете во время производства сосисок сделать прям вот по длине хот-дога. Возьмите булочку и вот, чтобы она торчала, знаете, вот такими два конца. Вот такой длины отмерьте сантиметром и сделайте сосиски. Потом их обработайте для того, чтобы они были готовы. А на обычной сковородке я буду обжаривать лук. Лук самый обычный, какой у вас там появился в поле зрения, такой и используйте. Репчатый, бывает, знаете, красный. Лучок нужно отправить вот сюда. И обязательно немного масла. Оп, каплю. Дальше соус. Вот смотрите, у меня здесь сметана и майонез. Майонез обычный провансаль, нам нужна база. Если мы используем только сметану, добавляя остальные ингредиенты, мы ее делаем более жидкой. Майонез все-таки помогает сметане связываться. И, конечно же, он дает вкус. Вы можете сделать только из йогурта или можете сделать только из майонеза соус. Но я предпочитаю всегда добавлять сметану, для того, чтобы сделать его, ну, не таким агрессивным по вкусу. Обязательно черный перец. Лук только-только слегка обжарился. Вот прям. Одну минуту. Ай! Но у меня есть еще один лимон. Короче, кусок лимона. Лук сбрызгиваем. Лук сладкий, нужно сделать его немножко кислым. Все, лук убрали. На это место поставили сковородку-гриль. В соус нужно добавить чуточку аджики. Не туда. Аджика имеет остроту определенную, поэтому с ней будьте аккуратны. В соус хорошо бы добавить чего-то сладкого. Чтобы добавить что-то сладкое, вы можете использовать любое варенье. Ну, к примеру, такое, знаете, чтобы оно было без крупной фракции. Я предпочитаю всегда добавлять небольшое количество наршараба. Чайную ложечку. Все делайте по вкусу. Три капли соевого соуса. И немножко масла. Масло лучше всего оливковое. Но я вот сейчас размышляю и думаю, а я добавлю обычного подсолнечного. Можно, конечно, опуститься, так сказать, до кетчупа. Использовать кетчуп и горчицу. Наверное, по классике было бы так правильно. Как бы вкусно получился. Соль только не хватает. И остроты. Ну, остроты. У меня еще перец халапеньо будет. Я тут добавлю остроты. Кетчуп это, конечно, простое решение. Знаете, когда вы не хотите делать какие-то соусы или не понимаете, с чего их делать. Да, у нас был даже один комментарий про то, что в Нью-Йорке делают просто бургер с кетчупом. А ну, вы знаете, и у нас шаурма есть вкусная, а есть авторская. Где ребята сами делают лепешку при тебе. Понимаете, они берут вот этот вот какой-то деревянный, невкусный армянский лаваш. Непонятно кем сделанный. Понимаете, разница она всегда есть. Поэтому я и говорю, что я знаю те бургерные и читаю книги тех людей, американцев, которые делают бургерную историю. И они говорят, хотите сделать вкусно, берите и используйте. Тем более, что в гриль-книгах и у Стивена Райклина, и, значит, еще одна очень популярная гриль-книга, говорит о том, что апельсиновый сок является основой. Но, опять же, вы можете и кетчуп сделать дома сами. Это ведь тоже вариант. И он будет божественно вкусный. Но я не к тому, что не надо кетчупом пользоваться. Да пользуйтесь кетчупом, вы же пользуетесь и кетчупом, и майонезом. От чего я вас могу обезопасить, так сказать? Вам самим решать, что использовать и как. Ну, вот смотрите, есть специальные машинки, которые прогревают булочки. У меня нет такой машинки. И тут есть несколько вариантов. Либо ее не прогревать, либо пройти с горелочкой. А можно, знаете, что сделать? Можно сардельки вот сюда, шпикачки, переложить на эту сторону сковородки. А на эту сторону сковородки просто положить булки так, чтобы они... И выключить, и все, все, выключить, чтобы булки подогрелись слегка. Даже пусть с одной стороны. Краснокочанная капуста, конечно, хороша вот для этих всяких дел. Она, знаете, для хот-догов, для всяких таких вот салатов красивых. Тоненько-тоненько-тоненько соломкой все это режете. Слушай, а она дороже обычной? Но не настолько сильно, скажем так, не так, что 12 рублей килограмм, а это типа 120. Не в 10 раз. Я сегодня заходил в наш супермаркет. Она там лежит что-то типа из серии 46 рублей килограмм, что ли? А принципиальной разницы по вкусу? Принципиальной разницы по вкусу нету. Хотя многие говорят, что есть. Ерунда это все. Она из-за цвета, из-за своей структуры. Да, структура такая же у нее точно. Просто у краснокочанной капусты... Почему вот здесь кочерыжка, да, я говорю, а здесь макушка. Срезайте макушку, если вы используете небольшое количество. На макушке листочки потоньше, и у вас соломка получается понежнее. Потому что чем ниже вы спускаетесь к кочерыжке, или чем ближе к кочерыжке, конечно, вот эти вот листовые стерженьки, да, они там прям просто вообще такое... Такие толстые куски этого мяса. И в ней, конечно же, довольно много всяких витаминов и всего прочего. Пора. Хот-дога, булочка, булочка, хот-дога. Шпикачки, перестаньте готовиться, да. Вот, смотрите, видите, как разрезы они раз, кожица стянулась немножечко. Но здесь нужно смотреть. Читайте на упаковке, съедобная ли чрева или коллагеновая оболочка, можно ли ее есть. Если ее есть нельзя, конечно, их лучше очистить. Лимонный сок на капустку. Смотрите, я не добавляю маринованные огурцы сюда. Многие там сейчас скажут, да как же так, удобно без маринованных огурцов. Слушайте, но огурцы маринованные дают всего лишь кислоту. То есть, по сути, вкуса как такового там, какой там огурец. Вот свежий огурец дает вкус, а маринованный огурец, ну, он вкус уксуса. И какой-то там нам навязанный вкус горчицы и укропного семени. Но смотрите, как забавно ведет себя капуста краснокочанная. Вот многие на это не обращали внимания. Стоит лимону попасть на сок краснокочанной капусты, как тут же она становится не синяя, а какая-то такая сиренево-фиолетовая, малиновая, с отливом. В общем, цвет меняется. Даже можно увидеть то место, где не попал лимонный сок, и то место, где попал. И вот у меня на пальцах, видите? Пальцы стали какие-то, как помадой вымазаны. Это очень забавно. На этом можно играть. И мы иногда, когда соусы красим, или меняем цвет супа из краснокочанной капусты, или еще каких-то там движений, ну, масса может быть всего. Мы вот, соответственно, используем такой ход повара. Мы, я имею в виду повара. Так, зелень какая есть в холодильнике, любую используем. Неважно, какую использую я. Не привязываемся к этому, что есть. Петрушка, укроп, любую зеленуху нужно любить и всегда добавлять в еду. Зеленого лучка надо обязательно добавить сюда. Как мы без зеленого лучка? Перемешиваем. Да, не нужно не забывать, что у нас еще есть соль. Капля масла. Прям совсем. Все, перемешиваем. Начинаем собирать. Значит, Дуся. Как только начинаем собирать, Дуся сразу голос подает, такая типа, мол, не забудьте про меня. Булочку смазываем соусом. Оп, вниз. Можно прям одну стенку так смазать. Значит, тут в зависимости... Тут в зависимости от ваших потребностей можно использовать чистую горчицу, например, острую. Или наоборот, не острую. Теперь небольшое количество капусты. Ой, блин, красиво, как капуста-то получается. Теперь, значит, две сардельки. Вот так, чтобы у нас мяса хватило, там, было распределено по всем элементам. Жареный лук. Дуся. Для красоты просто добавлю сюда немножко капусты, чтобы было понятно, что капуста у нас внутри, но лук тоже должен быть обязательно. Если хотите, зеленый перчик, халапеньо, тоже должен быть рядом с сосисочками. Ой, аж у самого слюна потекла. Да, небольшое количество соуса в дополнение ко всему прочему. Его можно распределить. Знаете, я его так по центру, чтобы красивее было. Пару листочков красивых, каких угодно. Базилик, мята, тархун, кинза, что хотите. И то же самое делаем со вторым. Ну что, пора пробовать? Да, и остатки соуса, а соуса делайте всегда чуть больше. Не выкидывайте его, а перекладывайте в какую-нибудь емкость, в тарелочку, в чашку, потому что сюда можно макать все, что угодно. Начиная от просто сосисок, заканчивая обычными кусками хлеба, потому что он получается очень вкусный. Сочный какой-нибудь. И сарделька гораздо вкуснее, чем просто обычная сосиска. Правда, в этой, хоть и съедобная оболочка, она нифига не жуется. Ну и ладно. Соус. Ну вот, по вкусу, этот хот-дог не имеет ничего общего с классическим пониманием. Классическое понимание, это булка, сосиска и горчица, все. Вот эта штука, это произведение гастрономического искусства, превращающееся в гастрономический оргазм. Сделано из подручных ингредиентов. Вы такие булки можете и просто из мягкого хлеба выпиливать сами. Обжаривать, прогревать. Добавлять сюда любые травы, капусту, кабачки. Кислота, острота, заправка. Просто кетчуп, майонез, горчица. Будет бомба. Я уверен, что этот рецепт вам понравится. Все, я с вами прощаюсь. Пишите в комментариях, как всегда, что так, что не так. Ругайте меня, хвалите. Я и то, и то люблю всегда. С удовольствием и с толерантностью отношусь ко всяким хейтерам, я хотел сказать. Вот. В общем, до новых встреч.